МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале Брянская губерния информационная программа события. С вами в студии Александр Новиков. Здравствуйте. И начнем, пожалуй, с главной новости всей этой недели. В четверг президент России Владимир Путин провел ежегодную пресс-конференцию для представителей российских и зарубежных СМИ. На эту масштабную встречу с главой государства было аккредитовано более 1700 журналистов, что является своеобразным рекордом. В зале присутствовали и брянские журналисты. Телеканал «Брянская губерния» представлял директор нашей телерадиокомпании Артем Сухоломкин. ВВП вырос на 1,7%. Начал подводить итоги года президент. Традиционно пресс-конференция началась с экономических показателей. Обрабатывающие отрасли выросли на 3,2%. Зафиксирован рост реальных доходов населения. Растет и реальный уровень зарплат. Сохраняется приемлемая инфляция, хотя на прошлой неделе отмечался небольшой рост. Сокращается безработица. В прошлом году показатель побил исторический минимум. Укрепляются финансы, растут золото-валютные резервы. Профицит бюджета отмечен впервые с 2011 года. Растет и фонд национального благосостояния. Средний годовой размер пенсии в этом году 14 163 рубля. Путин обратил внимание и на рост продолжительности жизни. В 2018 году она выросла до 72,9 года. Против 72,7 года в прошлом году отметил президент. Путин подчеркнул, что стране нужен прорыв. Для этого необходимы ресурсы. Правительство занимается их поисками. Без постановки целей невозможно добиться конечного результата. Поэтому было создано 12 нацпроектов в сфере науки, здравоохранения, образования. Без человеческого капитала прорыв невозможен, отметил Путин. С 2021 года правительство планирует рост экономики 3%. Колебания возможны, но самое главное – войти в другую лигу экономик, сказал Путин. Россия должна стать пятой экономикой в мире. Оказываемой отечественным производителем поддержки со стороны государства пока недостаточно. Однако ее объем увеличат до более чем триллиона рублей, подчеркнул президент. О ситуации в мире. Мы наблюдаем развал международной системы сдерживания вооружений, предупредил Путин. Президент напомнил о выходе США из договора по ПРО. После этого Москве пришлось модернизировать свои вооружения. В результате Россия получила преимущество. Однако речь идет о сохранении паритета. О санкциях. От них есть и плюсы. Это заставило включить мозги по многим направлениям. Доля транспортного машиностроения составила более 90%. Объемы продаж на внешний рынок увеличились. Улучшается ситуация ВПК, автомобилестроения. И, конечно, о пенсиях. Президент заявил, что соотношение работающих к неработающим изменилось. Пройдет 5-7 лет, и в любом случае придется резко повысить пенсионный возраст. Но уже без сохранения льгот. Если бы не сложившиеся тенденции, я бы никогда не позволил этого сделать, заявил Путин. Были затронуты и многие другие темы. Пресс-конференция в этот раз длилась без малого 4 часа. В пятницу Брянская областная дума собралась на 61-е заседание. Кроме обычных вопросов повестки, важным значился первый. Ежегодный отчет губернатора перед депутатским корпусом. Подробности у моей коллеги Марии Сергеенко. По пятницам именно она пишет сценарий, разорватывает вопросы для интервью и монтирует итоговую программу события недели. Мы готовимся к новому сезону аналитической программы. И вот материал из обновленной студии. Вот из такой студии программа события недели будет выходить в 2019 году. Место для графиков и диаграмм для фото и текстов. В пятницу, 21 декабря, своего рода итоговую программу озвучил губернатор Александр Богомаз. Аудитория, депутатский корпус, плюс общественники, больше 200 человек. Формат – видеоотчет. Хочу сказать всем вам большое спасибо за работу, за инициативы, конструктивное предложение, за то, что вы всем сердцем болеете за Брянский край, за его достойное настоящее и будущее. Дальше 75 минут. Цифр выкладок ориентиров. В 59 раз губернатор использует местоимение «мы» и всего 8 раз «я», говоря о личных наблюдениях, объясняет «потому что команда, потому что общие цели». Большое спасибо руководителям, работникам предприятий и организаций области за добросовестный труд, за активное включение в региональные общественно-опречистские культурно-спортивные мероприятия, за внесение острых социальных вопросов в региональную повестку. Уверен, в 2019 год, в год 70-летия образования Брянской области, мы вместе, в правительстве Брянской области, Брянская областная дума, властные местах, будем решать любые вопросы, чтобы каждый житель области чувствовал поддержку, был успешным и уверенным завтрашним дням. Между этими фразами особенности инвестиционных проектов, пресловутый госдолг, который снижен на полтора миллиарда рублей, бюджетные решения. В 2012 году реализуется новое направление инициативное бенжутирование, которое предполагает увлечение граждан в реализацию проектов, направленных на решение задач местного значения. Это очень важный момент, о котором всегда говорит наш президент. Судьбу своего двора, улицы, населенного пункта должны решать люди, потому что некоторые решения, принятые в служебных кабинетах, иногда противоречат здравому смыслу и идут в разрез с мнением большинства людей. В отчете губернатора 13 раз звучит слово «работать», 9 – «поддержка» и 15 раз «помогать». И это отражено в бюджете на 2019-й, 65% которого социальные обязательства, выплаты мамочкам с первым ребенком и тем, кто стал многодетным, поддержка детей-сирот. Мы уже много говорили на эту тему, тенденция у нас положительная. Если раньше выделялось немного, и мы сегодня действительно имеем очередь, которая с таким темпом финансирования, которое сегодня есть, мы должны ее разрезти в ближайшие 5 лет. Но это нужно 5 лет. Почему? Потому что в этом году мы выделили 420 квартир для детей-сирот, а всего за 4 года было выделено 1,3 миллиарда рублей, обеспеченные квартирами 1484 ребенка. Много сказано о здравоохранении, машинах скорой помощи, о новом оборудовании, жилье для молодых врачей. В ближайшее время к нашим медицинским учреждениям добавится детская поликлиника в Коскофокинском районе Брянска и другие объекты в крупных муниципальных образованиях. Будут построены два новых и обновлены более 40 ФАПов, закуплено 6 мобильных медицинских комплексов. В следующем году значительные средства будут направлены на укрепление материально-химической базы медицинских организаций. В том числе на обновление лифтового оборудования планируется направить 195 миллионов рублей. Еще одна серьезная тема – жилищно-коммунальное хозяйство, энергетика и новые подстанции. Капремонты почти полутора тысяч многоквартирных домов. В этом году мы направили 200 миллионов рублей на строительство и реконструкцию Брянского Энерго. Это позволит среди технической переоружения и реконструкции 12 морально устаревших котельных. Мы не только улучшаем теплоснажение в домах, но и сокращаем число нерентабельных котельных, убытки от них, от их деятельности. Мы на следующем году также с регионального бюджета выделяем 200 миллионов рублей на метрозах котельных и на замену ветких теплотрасс. За эти три года нам удалось с помощью нового руководства Брянского Энерго, когда говорят, что что-то не так, не так, когда руководитель не тот человек. Все зависит от руководителя, от командира на каждом предприятии. То есть каждый из нас спрашивает себя, что я конкретно делаю на своем месте, а не указывать пользователям, что это работает не так. Так вот, взяли нормального хозяйственника и мы за три года заменили более 150 километров ветких сетей. То, что с трибуны звучит просто фактом, на деле имеет предысторию. Журналисты могли заметить, в 2015-2016 годах чуть ли не каждый квартал в правительстве собиралась комиссия по долгам за газ. Их с области просто выбивали, они росли как снежный ком, были даже 5 миллиардов рублей. Газпром присылал комиссии, у нас сдувалось предприятие Брянской коммунальной системы, управляющую компанию увиливали от платежей. Богомаз вел переговоры, выстраивал систему доверия к нам, искал пути решения. И вот 2018-й, за весь год, одна комиссия по долгу за газ. В мае, на полчаса, и это чисто протокол. Область оправдывает доверие и выполняет обязательства. Задача поставлена губернатором, второй год подряд выполняется. В прошлом году мы закрыли потребленный газ, даже чуть больше заплатили. И в этом году осталось 10 дней уходящего года, и, конечно же, мы закроем 100% потребленный газ. Поручение губернатора мы 100% выполним. Недавно пример совместным предприятием Брянсельмаш показал, что можно решать вопросы и на региональном, и на федеральном уровне. И здесь, конечно, я хотел бы выразить большую благодарность представителям Совета Федерации, Российской Федерации, Валентине Ивановне Матвиенко, за внимание и поддержку в вопросах экономической интеграции. А эта история не совсем про Совет Федерации. Это про нашего губернатора, который в Могилеве на пятом форуме регионов родил за своих. Не белорусы поставили комбайн, а выпущенные эти комбайны были на совместном предприятии в Брянске, в Брянске, в российском предприятии, в Полесье, в Брянске. Я хочу вам обратиться за помощью. Были определенные трудности, которые нам не позволяли дальнейшего видения развития нашего предприятия. После приезда на наш завод комиссии в составе Совета Федерации, губернатора и Минпромторга по 2018 году сняты эти трудные вопросы. То есть мы заканчиваем 2018 год с хорошим настроением, так скажу, то есть с выполнением плановые обещания, которые мы дали. В отчете перед депутатами про мосты и новые дороги, про ту самую магистраль между Фокинским районом и Володарским. Проект поддержал Дмитрий Медведев. Два миллиарда за несколько лет нам гарантированы. По хорошим дорогам должен фрусировать хороший транспорт. Если раньше муниципальный транспорт доживал свой век, это никому не секрет. На городских улицах хозяйничали глабаритные маршрутки, то сегодня ситуация кардинально изменилась. За последние два года, 2017 и 2018 год, на закупку автомобиля транспорта мы направили порядка 850 миллионов рублей. На эти средства приобретено 109 автобусов среднего класса марки «ЛиАЗ» и 20 автобусов средней марки «ПАЗ», которые значительно улучшили ситуацию с пригородным перевозками. И в этом вопросе есть предыстория. Автоколонны 1403, госпредприятие. В феврале вопрос поставили ребром. Почти банкрот. На линиях 6-8 машин ломаются и стоят больше, чем ездят. Губернатор заявил, это совсем не коммерция. Это социалка, дальнее поселение, невыгодное частникам, ветераны и льготники. Банкротить предприятие не дал. Сейчас есть программа оздоровления. 52 миллиона как скорая помощь. Субсидия на то, чтобы погасить долги по зарплате за свет и ГСМ. Поступило 20 новых автобусов. Они сейчас все в работе в нашем предприятии. И на сегодня мы выполняем 23 маршрута плюс 2 междугородных. То есть на сегодня в целом 25 автобусов ежедневно уходят на линию. В связи с этим увеличился доход предприятия. Снизились расходы, потому что был обновлен парк. Полную телеверсию отчета губернатора перед депутатским корпусом Брянская губерния покажет в субботу и воскресенье 22 и 23 декабря. Действительно душа радуется. Нам сегодня есть что сравнить с соседними регионами. И общаясь в Москве с своими коллегами, гордость берет, что мы, наверное, руководство области и все наши депутаты, и весь наш трудовой коллектив Брянской области, это промышленники, сельхозники наши, действительно в этом году потрудились непросто, а с большим подъемом, потому что 230 миллиардов отгруженной продукции с области, они о чем-то говорят. Второй момент, я хочу сказать, мы на прошлой думе приняли бюджет. Бюджет очень, можно сказать, большой по сравнению тоже с соседними регионами. Почти в два раза у нас бюджет области выше, чем в соседних регионах. Это говорит о том, что экономика в области развивается. Кстати, 21 декабря день зимнего солнцестояния, а потом день понемногу начнет пребывать. Курс на весну, на солнце, на обновления. И эта мысль тоже придает оптимизма, как и все, что звучало в докладе. Мария Сергеенко, Гривенечук, Анатолий Щекрыгин, События Брянск. Отчет губернатора активно обсуждался после заседания уже в кулуарах областной думы. Вот как прокомментировали услышанные народные избранники. Мы видим колоссальные влияния области в нашу отрасль, колоссальные влияния области. Например, наша больница, у нас небольшая больница, у нас очень остро стоял кадровый вопрос. И благодаря вот этой поддержке кадров нам пришло 15 врачей, молодых специалистов. Мы полностью обновили нашу скорую помощь, парк автомобилей. Машины закуплены, это не просто техника, это техника с новейшим оборудованием. Благодаря программе, которая разработана по жилью, мы сейчас выставили на торги квартиры для специалистов. Естественно, и заработная плата наших специалистов растет. То есть такая колоссальная поддержка, мы давно такого не помним, и это очень значимо для нашей области. Действительно, на территории Брянской области строятся школы, строятся детские сады, приобретаются детские автобусы. Все это делается для того, чтобы наше подрастающее поколение имело возможность получать достойное, прекрасное образование. Вы знаете, когда мы говорим о образовании, о вложении денег в образование, мы всегда должны понимать, это вложение в будущее. Об этом и сказал губернатор. Наши дети, которые сейчас обучаются в школе, они будут составлять гордость и делать процветание Брянской области в дальнейшем. Радует то, что Брянская область за буквально 4 года увеличила производственные показатели. Производство зерна увеличилось порядка 2,5 раз. Производство картофеля где-то в 2 раза. Аграрии почувствовали поддержку и губернатора Брянской области, и правительства Российской Федерации. Выступление губернатора, в принципе, позитивное. Многие вещи, конечно, ожидаемые, потому что, смотря на то, что все происходит, и каждый день строятся дороги, и строится жилье, и бюджет у нас. Все-таки так, можно сказать, администрация рассчитывается с долгами, что радует, что долг федеральный у нас уменьшился. Поэтому я считаю, что такой год прошел нормально, и администрация поработала хорошо. Как ректор я сталкиваюсь постоянно с тем, что требования работодателей к уровню подготовки наших выпускников постоянно растут. А почему это происходит? Потому что предприятия имеют возможность приобрести современнейшее оборудование. Требования к сотрудникам, которые будут на нем работать, соответственно, определяются уровнем этого оборудования, и требования постоянно растут. Для нас, как для ВУЗа, очень важно то понимание со стороны работодателей, которое мы сейчас испытываем к себе. И требования растут, мы пытаемся за ними успеть. Мы сами развиваемся. Заслушав отчет, я сегодня был рад и горд за Брянскую область, что наша Брянская область входит в лучшие показатели не только по Центральному федеральному округу, но также и по Российской Федерации, по указам, выполнению указов президента Российской Федерации. Команда правительства Брянской области, можно сказать, оценку во главе с губернатором я бы поставил на «отлично». И в следующем году дальнейшей плодотворной работы на благосостояние нашей Брянщины. В 2018 году количество пожаров в Брянской области уменьшилось. Такую информацию озвучили в правительстве области, где подвели итоги работы территориальной подсистемы РСЧС Брянской области. Гражданская оборона, борьба с пожарами и авариями, безопасность на воде. Как ведомства региона справились по этим и другим направлениям? Отметили главное, работа была слаженной, что позволило не допустить серьезных ЧП. В то же время географическое положение нашей области, а также пневматические изменения, которые все чаще происходят, позволяют нам останавливаться на достигнутых показателях. В любое время года регион подвержен раздельным кризисам. В весеннем периоде существует угроза отопления. В летнее время – это угроза десертных пожаров, зимой – работа систем ДЭК. И только эффективное взаимодействие сил и средств территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации встречающих ситуаций способствует временному устранению их посылов, а в случае наступления ситуации – ликвидация ее последствий. Глава региона поблагодарил спасателей за службу и поздравил с наступающим профессиональным праздником. Руководителя регионального МЧС с повышением. В свою очередь начальник областного МЧС отчитался – количество пожаров на Брянщине уменьшилось. При тушении спасено 106 человек, а материальных ценностей – более чем на 1 миллиард рублей. В текущем году на территории области регистрирована одна чередчайная ситуация – биолог социального характера, произошедшая 27 марта в Трубчевском районе. Произошло 84 происшествия социально значимого характера, не подходящие под критерий чередчайной ситуации, при которой, к сожалению, 60 человек погибло, 76 пострадало. По состоянию на 19 декабря текущего года произошло 1527 техногенных пожаров, при которых 92 человека погибло, 83 травмированы. Материальный ущерб под пожаров составил более 328 миллионов рублей. По всем показателям обстановки с пожарами в сравнении с прошлым годом наблюдается положительная динамика. Также отметили – за год МЧС обезвредило почти тысячу боеприпасов времен Великой Отечественной войны. По авариям на дорогах спасателей вызывали более чем на 800 ДТП. Пожароопасные и паводковые периоды прошли в Брянской области плавно и без особых ЧП. В весенне-летний пожароопасный период подразделениями пожарной охраны было 1855 выездов на тушение загорания сухой травы. Отрадно отметить, что это на 30% меньше, чем в 2017 году. Значит, профилактическая работа, она все-таки действует. В целом, прохождение пожароопасного сезона находилось под постоянным контролем комиссии по чередчайной ситуации области, главного управления и управления лесами, что позволило не допустить чередчайной ситуации выездных лесными пожарами. Не забыли и заслуги добровольных пожарных команд. За год они самостоятельно потушили 21 пожар, присоединились к тушению 125 возгораний и спасли одного человека. Вспомнили трагедию в Кемеровском торгово-развлекательном центре. Тогда Брянская МЧС проверила все местные ТРЦ и нарушителей закрыли. В целом, начальник областного МЧС отметил, все основные задачи, стоящие перед территориальной подсистемой РСЧС Брянской области, выполнены. На встрече отличившиеся руководители районов и городских округов получили благодарности губернатора. Андрей Мамошин, Игорь Винничук. События. Брянск. В Хрустальном зале областного правительства состоялось торжественное собрание, посвященное Дню энергетика. По иронии судьбы, свой профессиональный праздник работники отрасли отмечают в один из самых коротких световых дней в году. О людях, которые приносят в наши дома тепло и свет. В репортаже Дмитрия Кузнецова. Энергетическая система Брянской области сегодня – это глобальный комплекс, отвечающий всем современным требованиям. Бурное развитие экономики, промышленности, строительного и аграрного сектора региона – все это увеличивает потребности в бесперебойной и надежной поставке энергии. И брянские энергетики с поставленными задачами справляются блестяще. Надежное энергоснабжение сегодня обеспечивает более 5000 высококвалифицированных специалистов, которые содержат сложнейшее энергетическое хозяйство региона в технически исправном состоянии. А это 40 тысяч километров сетей, более 9 тысяч подстанций различного класса напряжения. В уходящем году энергетические компании региона реализовали ряд значимых проектов, реконструировали и ввели в эксплуатацию новые энергообъекты. Надежная энергетическая система – это не только свет и тепло сегодня, это залог эффективной реализации экономического потенциала Брянской области в будущем. Огромное вам спасибо, что вы имеете понимание. И вот общаясь с губернатором, с инвесторами, они говорят, почему мы идем в Брянскую область? Что бы там ни говорили наши оппоненты, но сегодня развитие-то идет, многие предприятия строятся. И вот мы, когда встречаемся, вот простой пример, не буду всех перечислять, в Карачеве, где построена сегодня фабрика полторы тысячи тонн кроличьего мяса, московский инвестор, он говорит, да у нас вопросов нет, спасибо огромное. Ваши энергетики, газовики понимают, что надо развивать Брянщину. Быть энергетиком – тяжелый и ответственный труд. В этот день поздравления и особые слова благодарности звучали в адрес ветеранов отрасли. Именно эти люди заложили фундамент энергетической системы региона. По пропускной способности, линии, которые построили, значит, можно в два раза увеличивать эту самую нашу экономику потребления. По трансформаторным мощностям я не готов сказать, как по Брянску, а в общем-то, если брать сегодня по тем самым районам, то трансформаторной мощности хватает, даже с избытком. Татьяна Ивченко – представитель уникальной для женщины профессии, электромонтер оперативной бригады. В энергетику она пришла совсем юной, но не затерялась в мужском коллективе. Работала на совесть и вот заслуженная награда – благодарность Министерства энергетики России. Это все то, что я умею. Теперь уже спустя 26 лет я понимаю, что это именно то, что, наверное, мне было там предначертано. У меня семья жизнодорожников, энергетиков нет. Ну вот, наверное, так случилось. Зимой и летом одним светом шутят про себя энергетики. И действительно, эти люди готовы прийти на помощь и в дождь, и в снег, прекрасно понимая, что только от них зависит свет и тепло в наших домах. Дмитрий Кузнецов, Сергей Любецкий. События. Брянск. Гербы и флаги Лопандинского, Быховского, Овстукского, сельских поселений Брянской области и города Новозыпково внесены в государственный геральдический регистр. Теперь символика официально соответствует всем канонам геральдики, а населенные пункты получили свидетельство с персональным номером. Церемония передачи свидетельств состоялась на очередном заседании Геральдического совета при губернаторе Брянской области. Только в этом году символы полутора десятков муниципальных образований узаконили свой статус. И работа в этом направлении активно продолжается. Свои предложения по разработке официальной символики озвучили представители еще шести районов и города Клинцы. У муниципальных образований очень богатая история, но ее нельзя всю поместить на одном гербовом щитке. Поэтому, как правило, отбираются те или иные основные символы, связанные с его историей, с его особенностями географического положения, с деятельностью выдающихся людей, которые работали в той или иной местности. Здравствуйте! Здравствуйте! Главный зимний волшебник Дед Мороз вместе со Снегурочкой пришли лично поздравить победителей творческого конкурса. Гуашь, акварель, карандаши, цветные мелки и даже пластилин. В ход шли все материалы. Фантазию маленьких художников никто не ограничивал. Этот конкурс мы проводим для того, чтобы дети были политически грамотными, культурно образованными. Конечно же, в этих работах принимают участие их педагоги, преподаватели, также и родители. В этом году конкурс проводился в 15-й раз. География участников – вся Брянская область. Свой взгляд на избирательный процесс представили более 600 школьников. Экспертная комиссия выбрала 60 лучших работ. Самым юным автором – 6, самым старшим – 16 лет. Я изображал выборы, как проводятся они, как я вижу это. А также я изобразил диспрометчательности Брянска. Я нарисовала, что там стоит чё-то, и люди показывают, кто президент. Работы победителей поместят в информационные материалы избирательной комиссии и украсят иллюстрациями учебное пособие «Календарь». Елена Лыщицкая, Сергей Любецкий. События Брянск. Во второй части выпуска новости экономики и прогноз погоды. Увидимся.